Сторожил в редакции Александр Анташкевич знает свое дело как пять пальцев. Снять крышку с объектива, нажать кнопку включения и сделать снимок. Казалось бы, проще простого, но на деле все не совсем так. Запечатлеть эмоции и необычные моменты, оказаться в нужном месте в нужное время – это не только талант, но и опыт. Фотографа Анташкевича в городе знает чуть ли не каждый. Без присутствия папарацци не проходит ни одно знаковое событие. А самые дорогие сердцу и памятные фотографии для Бобруйска – работа его мастерской руки. «Фотографирую практически все. Но больше всего мне нравится делать фоторепортажи. А из фоторепортажей я бы выделил репортажи из спортивных мероприятий. Тут неподдельные эмоции на лицах героев». Корреспондент и фотограф всегда на виду. Но за разворотом газеты есть и другие люди, без которых невозможно представить нынешнюю редакцию. Реклама, верстка и правка материалов – важная часть выпуска номера. В среду утром на прилавках павильонов с прессой можно увидеть свежие страницы. Но до того – долгий процесс сбора и обработки информации. «Редакция занимает большое место в моей жизни, потому что ты постоянно находишься в гуще каких-то событий. Что-то интересное происходит. Знаешь все мероприятия городские важные. Венок дружбы – это вообще у нас отдельная история. Когда мне приходилось разрабатывать какие-то баннеры, это очень интересно. Но мне нравится. Я ни разу не пожалела, что пришла в редакцию». Больше ста лет назад, в ноябре 1918-го, вышел в печать первый номер газеты «Известия». Именно он положил начало печатному изданию «Бобруйское житё». За каждой строкой – вековая история города на Березине. В номере среди авторских материалов не только репортажи и интервью, но и излюбленное читателями особое мнение – мысли журналистов на волнующие их темы. «Благодаря большому количеству профессиональных журналистов, операторов, корреспондентов мы можем осветить, собственно говоря, практически всё, что происходит в этом городе, дойти практически до каждого, потому что у региональной редакции, наверное, есть одно преимущество, которого нет ни у одного, скажем так, крупного издания уровня республики. Мы можем говорить о своём регионе практически с каждым из жителей этого города». «Бобруйское житё» – это не только газета. Телеканал «Бобруйск-360», радио «Зефир-ФМ», сайт «Боберлайф» и соцсети – всё это важная часть общего дела. Свой лепту в развитие медиахолдинга и города в целом здесь вносит каждый. Но приоритетом, как и сто лет назад, остаётся читатель. Теперь к нему присоединились зритель и слушатель.